Дорогие друзья, дорогие земляки, сегодня по доброй традиции мы вместе отмечаем светлый праздник Воскресения Христа. Знаете, для меня сегодняшний день особый. Я всегда с большим волнением или пролетаю из длительных командировок с Востока, или же приезжая сюда с трепетом и волнением с воздуха или с земли смотрю на эту добрую землю. Вы для меня люди особые. Вы это знаете. Именно с вас, с ваших родителей, все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь. Особенно молодежи, хочу сказать, я тогда этого не понимал, насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь. Но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения. Но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой, на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам, своим близким, добрым людям, чтобы прежде всего поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы сделали в моей жизни. Не скажу, что она для меня была очень сладкой, но так уж случилось. За ту веру, которую вы подарили мне много лет тому назад. Пасха – светлый и добрый праздник. Только Новый год может сравниться с этим праздником в плане ожидания. Все наши, и духовные, и светские праздники, очень ценны для нас, для нашего народа. Но кто скажет, что для нас День Победы неценный праздник. Но никакие другие праздники, как Новый год и Пасху, наши семьи так не ожидают. Поэтому сегодня один из этих двух очень почитаемых и ожидаемых нами праздников. Светлый, добрый праздник, когда хочется просто жить спокойно. Ничего не говорить и слушать тишину. У меня так, наверное, и у многих. Хотя после длительного поста люди готовятся и рюмку, и шкварку, и кусочек хлеба, и куличи, и булочки, и прочее. Все это есть. Но все равно это день особый, день почитаем. Поэтому из этого древнего храма я хочу поздравить наших белорусов, все, кто нас сегодня увидит. И еще раз хочу поблагодарить, поздравить вас с этим добрым и светлым праздником. Самое главное – мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем, не найдем, как я часто говорю, купим. А здоровья не купишь. Мир вокруг, видите, что делается. И нам стоит колоссальных усилий для того, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, как я говорю, каждый своим делом, мы сохраним. Мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этом земле. Когда вокруг все бурлит, шумит, и многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены. Живите мирно, спокойно, здоровья вам, особенно вашим детям. Вы знаете, если в семье с ребенком что-то не так, жить не хочется. Поэтому, чтобы хотелось жить, нужно, чтобы была крепкая семья, и, главное, были здоровые дети. Счастья, мира, добра вам! Христос воскрес! ПОДПИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ